Это странно. Она нам показала факт. Это было мерзко. Здесь кто-то умер. Просто какие-то люди похоронили его в доме. Какими же качествами должна обладать девушка, чтобы понравиться коренному европейскому? It's a shoe. It's a shoe. Захватили Австрию! Наконец-то! Мои поездки по работе. Теперь не только по России, но и по миру. Поэтому мы едем вместе с моими друзьями Димасей, а также Викусе. Ну, поскольку у нас ранний рейс, естественно, никто не спал. Самое приятное в таких ситуациях – пустые самолеты. Поэтому Викусе сейчас будет спать здесь, Димасе здесь, а Кокусе-Клакусе будет спать здесь. Всего за последние пару месяцев я совершила более 50 перелетов. И мне кажется, что никто так сильно не любит небо, как люблю его я. If you look into the distance, there's a house upon the hill. You're hiding like a lighthouse to... Паливай! Я сейчас не пал. Ты че, разлеглась? Мало. Мало. Что с тобой? И с туалетом. Еще его губки с его погром. Nice to meet you! Hello! Пора валить. Гармония уже была. А в Австрии? Нет. Поэтому три часа до городка Ижгль. Цените нашу тачку. Большая тачка для больших людей. Сделай акцент. Давай. Уважаемый Тимур Ильдарович, вот такого размера должен быть автомобиль. Ваши эти гелики маленькие, а вот этот мой размер. Австрия. Это альпийские пейзажи, как из рекламы. Горные деревушки, замки, тирольские пироги и венские вафли. А еще это родина Моцарта, Штрауса и Зигмунда Фрейда. Но на ближайшие пару дней Австрия станет нашей. Атмосфера здесь, конечно, просто бомба. Посмотрите, тут горы, снег. Тут горы, снег, там горы, снег. Тепло. Сколько мы уже гуляем? Часа два, наверное. И сколько мы видели людей? Нисколько. Но здесь очень классно провести пенсию. Я такой человек, что жила в одно место. Работа, работа, работа. Но здесь ты не можешь работать. Все опаздывают, все гуляют на расслабоне. Но на самом деле в Москве у меня вообще нет никакого вдохновения. Только когда я куда-то уезжаю, сразу творчество прям вот витает вокруг меня. Кажется, вокруг тебя витает запах какашек коровья. Зима. Привет. С легким паром. Спасибо. Ну раз пришел, пойдем покажу свою террасу. Блин, она очень крутая. У меня есть хорошая новость. Здесь есть термальный бассейн. У меня есть плохая новость. У меня нет купальника. Еще одна хорошая новость. Я слышала там русскую речь. Еще одна плохая новость. Она была нецензурная. Ребят, как водичка. Отличная. Вы русские? Конечно. Вишняк, идешь к нам. Я тоже не ждала. Решила не тратить время на одежды. Я слышала, как у материнцев. Я говорю, у меня нет купальника. Вон входит в полотенце. Камушки. Камушки на сосок. Короче, мужики, надо движняк искать. У нас есть чуть-чуть соплицы польской осталось. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете, какого хрена я делаю в Австрии? На самом деле я не отдыхаю. Я здесь по работе, по бизнесу. Меня пригласили на блог-конвеншн. Не знаю, как это правильно сказать по-русски. Но, в общем, сегодня сюда слетаются блогеры со всей Европы, со всего мира. И мне очень приятно, что мой блог выходит за рамки России и страны СНГ. Поэтому, естественно, я нарядилась. Нужно производить правильное впечатление о российских женщинах, блогерах, певицах, красотках, комсомолках. Я хотела приключений, я их получила. Прямо сейчас Клава Кока едет водить... О, какие классные парни. О, ай. Я буду водить тачку без прав. It's ok? Sí. Сейчас мой девичий прекрасный блог превращается в мощный, сочный, мужской... Как это называется правильно? ...драйвер-влог. Огромные колеса с жирными шинами. Черные фары, чтобы все менты останавливались. Несмотря на то, что я не мужик, но тёлочки с папками тоже со мной. Короче, хватит болтать. Гоу-катай. Мне очень стрёмно, но я поехала. Сейчас я попытаюсь вам рассказать про эту огромную тачку, так как бы это сделала женщина. Классный руль. Бибикает тоже здорово. Все люди твои. Погнали. Еще очень тяжело, потому что я абсолютно не чувствую габариты. Это не так просто. Я надеюсь, здесь есть страховка? Да. Не бойся. Я белая, страшная, но мужская. Дим, я тебе советую тоже это сделать, потому что Клава Кока очень опасная ездец. Опасная ездец, я вам сказал. Друзья, пишите мне в комментарии, о какой машине вы мечтаете. Это странно, но она нам показала факт вообще ни за что. Я думала, что люди в Европе очень, так скажем, приличные. Но у неё было вот такое лицо. Пишите, друзья, если вам нравится Drive Клава. И тогда завтра я оседлаю новую лошадку. Понравилось, как я вожу? Очень круто. А что ты скажешь той девушке, которая показала мне факт? Угадайте, кто спал как молодец. Я проснулась и поняла, что я в раю. Воздух, горы. И прямиком с моей террасы открывается просто невероятный вид на заснеженные долины. Сама себе завидую. Такие моменты хочется целый день слушать. Пение птиц, шум ветров. Но почему-то я слышу, как урчит мой живот. Вы знаете, один очень мудрый человек однажды мне сказал, что на завтрак нужно съесть целую порцию, на обед поделиться порцией с другом, а на ужин поделиться с бедолагами. Самое важное в моем питании это завтрак. Завтрак у меня большой и завтраку я много. Мой королевский завтрак сегодня состоит из лососика, из овощей, сыров, омлетика, мюстри с орешками и ананасами и еще кое-чего. У каждого из вас на слухое словосочетание венские вафли. И я, консаконопослушный гражданин, естественно, буду есть. Вообще, ББС, блин, они такие нежные. Я просто думала, что венские вафли это то, что продается, знаете, в магазинах такая запечатная фигня. Это вообще не то. Спасибо огромное. Вот такие люди, светлые, невероятные. Я постираю, верну. Блин, это было мерзко, чувак. Сделал предложение, вы это увидите в влоге? Нет, ты можешь еще раз это сделать для зрителей. Да, я влюбился в Клаву, предложил ей руку и сердце, но у меня не было кольца, цветов, и я не стоял на колене. Ты лох вообще, лох. У Клавы будет концерт, ты вылетаешь просто, пробиваешь всех секьюрити, говоришь, блядь, разорву вас, пустите меня. Влетаешь, короче, на сцену, выхватываешь ее микрофон, падаешь на колени, проезжаешь немного и начинаешь признаваться. Я гей! Ребята, у меня макияж он взял, прыгнул прям очень. Что он после этого? Вы плохие мальчики. В общем, просто нереально бешеное, бешеное, бешеное утро у нас какое-то. Все, Дим, пора убирать камеру, иначе она намокнет, я хочу брызгаться. В общем, европейцы такие европейцы, они просто по щелчку пальцев дают мне машину свою дорогущую и говорят, да езжайте куда хотите. И поэтому мы сейчас поедем куда, в какой городок? Мы поедем в Инсбрук. Инсбрук или Инсбрук? В Брук важно, Брук. Клава Кока, таксист. Кстати, шапочка у меня подходящая, да, такая таксистская. На самом деле, я сдала на права еще два года назад, но в Москве ездить на своей машине это всегда стресс и всегда пробки. А вот за границей кайф. В целом, в Европе, конечно, водить супер-мега приятно, потому что хорошие дороги. Тем не менее, находятся водители, которые не нравятся твои вождения, они публикают, обгоняют тебя. Просто я еду не быстро, я наслаждаюсь, я не тороплюсь. Ребята, вы тоже в общении? Просто помнишь, они вжались в сиденье как бы и трясаются от страха. Сейчас в моих руках жизнь не только как бы моя. Еще в BMW X6, да? Вы знаете, если вы смотрели мой влог из Норвегии, блин, это очень стрёмно, ребят. Вы наверняка знаете, что я ночевала в разных заброшенных домах. У меня тоже немножко вселился Дима Масленников. Мы решили оставить машину здесь и пойти в тот заброшенный домик. Смотрите, там разбито стекло, висят занесы. Блин, вдруг там кто-то живет. У нас только один мужик. И тот с камерой. Не, ну вариант неплохой. Если прибраться, сделать ремонт, ну типа вложить 1030, да? Здесь можно жить. Но это не наша эпоха точно. Тут даже пахнет такой вот немножко старостью. Газета с 3 февраля 1990. Чек с 1997 года. Вручили ему типа как грамоту. А ты знаешь, что здесь есть? Ну что, ну тогда надо. Дима, тебе лишь бы сиськи потрясли. Здесь реально 30 лет никто не живет. Ребят, мы сейчас оставим координаты этого места. Если будете в Австрии, можете реально взять палатку и здесь затусить. Осторожно, здесь пол. Это вообще вход в подвал. И я вообще не знаю, каким образом, но это живой цветок. Блин, с полюбомкой это мистика. Да ну блин, да смотри, там вообще какая-то клетка стоит. Ну здесь стремно, здесь вон обвалился уже потолок. Здесь выбитостик. Да ну вот там очень стремно. Нет, вот это я боюсь. Простите, но здесь крест, из которого умер. Ну мы еще пять. Ну это не так давно. Ребят, тут же могут быть духи какие-то. Мы не хотим наблюдить, правда. Я не хочу наблюдить, я желаю этому дому только счастья и только добра. И мы просим прощения, если мы торглись и сделали кому-то некомфортно. Мне сейчас не по себе, потому что я узнал, что человек погиб, видимо хозяин. Ты вообще посмотри, такая местность одинокая достаточно. То есть мне кажется, может быть у него даже не было семьи. Просто какие-то люди похоронили его, может быть даже в доме, я не знаю. Но это как-то жутко. Мы оставим вам координаты этого места, если вы захотите здесь побывать. Welcome. Сейчас, ну как? Энергетика такая. Судя по документам, человек, который владел этим отелем или что-то такое было. Да, гостиница. Оботкротился и считывая, что там еще и крест стоит просто. Ну прям, вот то, что крест, это стрёмно реально. У меня такое ощущение, что я во что-то священное ввязалась. И причем не самым лучшим образом. Пусть земля ему будет пухом. Я верю в душу. Мне кажется, что человек просто, вот дух в этом доме. Вселилась его душа в этот цветок, который цветет. Мне кажется, что это такое мистическое. Друзья, если хотите себе радио Клава Кока, пишите в комментариях. Я могу ездить с кем-то и петь. Смотрите. Мы едем по горам и у меня просто каждую секунду закладывают адские уши. А еще у меня улыбка на ушей, потому что выходит солнце наконец-то. И мы приближаемся к городу. Нам буквально осталось километров 20, наверное. Добро пожаловать в Инсбрук. На парковке куча свободных мест, но почему-то у нас квест заехать вот этой бандурины вот в такой приходит. Покажи, как я встала. Просто... У меня один единственный вопрос. Как мне теперь отсюда вылезти? Из окна? Мне кажется, пол парковки на дверь жило. Это, знаете, то самое ощущение, когда немножко не рассчитал свои шансы, но заднюю уже не хочешь давать, потому что ты, типа, должен доказать всем, что ты сможешь. И я смогла. И теперь все автомобилисты ездят и так, типа. Ладно, как говорится, главное не запачкать репутацию, а запачкать костюм можно. Тут не вылезу. Пусть я через багажник вылезу. Как говорится, занимайся физкультурой, вырастешь здорово и добывай. Давай руку. Если выжгали, как бы вообще нет людей, то здесь их много. Горы, разноцветные трех-четырехэтажные домики, ровные дороги. Ну как не влюбиться в Европу и в Австрию с первого раза, я правда не знаю. Вот это. Красная мамочка, Зю. О, ребята, это старый Арбат. Там даже люди какие-то поют. Жизнь кайф, да. Вообще, девчата, на самом деле для вас хороший путь. Приехать в Европу, найти европейского красивого мужчину. Познакомиться, выйти замуж и вообще ни о чем не париться. Еще и жить в красоте и в раю. Но сейчас я узнаю, какими же качествами должна обладать девушка, чтобы понравиться каминому европейцам. Какой тип девушек интересен для европейских мужчин? Безусловно, они должны иметь какую-то страсть. Не быть скучными и быть открытыми для разных интересных вещей. У российских девушек, у них как будто больше огня в глазах. Это сейчас я их сравниваю с немецкими девушками. А может ли такая девушка, как я, выйти замуж за европейца? У тебя хороший стиль. Я имею в виду, мне нравится, как ты выглядишь. Ты выглядишь замечательно. Thank you so much. Так что, девчата, если вы ищите мужиков, богатых, приезжайте в Европу. Выходите за них замуж и ищите его. Да, да. Клава, какая крутая. Мы зашли в магазин Камни Сваровски. Потому что родина этих замечательных, красивых, блестящих камушков, это Австрия. Как вам птички за 2 миллиона рублей? Кстати, вот так можно померить. Клава в Сваровске. Вы, кстати, спрашиваете, на какую камеру я снимаю. Снимаю на Sony RX 5, по-моему, да? А у тебя что, какая камера? Даже Саня. Саня лучшая. На самом деле, очень много девушек любят, когда все блестит, когда все сверкает. Я не исключение, но у меня нет такой, знаете, болезни. Ооо, что-то я хочу блестящее. А в этой лестнице 22 тысячи кристаллов. Чувствую, ваше сердечко сейчас замерло. Друзья, а вы узнали? Кто смотрел фильм про друзей Оушлена с Джорджем Клоуне, то вы, наверное, помните эту лаву. Естественно, мой выбор на камеру. Смотрите. Один, два, три. Блин! Что это? Что это? Видел это? Вы готовы? Да. Сколько светлых у вас есть в руках? Один. Ты уверен? Да. Ты не бронен? Посмотрите. 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 Но у вас хороший парфюм. Это Chanel? Это Gucci? Нет. 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 Это шоу. Это шоу. Это шоу. Что это такое? Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Европа такая экономичная. Все ездят либо на великах, либо на трамваях, либо на Теслах. Здесь даже такси Теслы. Просто тачка за 12 миллионов рублей. Но зато безвреда для окружающей среды. Австрия и Инсбург, видимо, очень-очень-очень большие поклонники всего блестящего. Здесь очень много золотых крыш. И, кстати, это тоже символ. Вот красота блестит. Неудобно себе снимать и пить. Поскольку мы находимся в столице Тироля, вот в таких вот нарядах ходят практически все в соседнем городе Зальцбург. Вот такая национальная одежда. Похоже на ковбоев, да? У меня слово Тироль социируется с чем-то таким волшебным, с чем-то таким воинственным. И, конечно же, с тирольскими пирожками. Вот оно, вот оно. Мне больше, знаешь, что нравится? Мне нравится, что тут даже вот на двери штрудели. А еще в Тироле все вывески вот эти вот. Это реально выкованные железом логотипы. И в мире такого вообще нет нигде. Только здесь вот Тироль, Тироль, Тироль. Сейчас ты пройдешь посвящение в мир дорогого, хорошего тирольского бухла. Самое приятное во всем этом, что это, ну, это не бухло, это хорошее, нет, но это бухло, но это хороший вкусный ликер. И все это можно попробовать. Я, конечно, не заедлый алкоголик, но я выпью только, чтобы рассказать вам, как это на вкус. В общем, друзья, нам советуют попробовать шишковый ликер. Крепковато. О-о-о-о. Я вообще, в принципе, не бью крепко. Ты покраснела моментально просто. Как ты поедешь обратно? Я же за рулем выпила совсем чуть-чуть. Это нормально, да? Обязательно попробуйте, потому что больше нигде не попробуйте, кроме как в Австрии. Это все в семью, это на подарки. Главное только в качестве интереса в моей руке уже не один бокальчик, а целых три. Бог любит трофте, поэтому пора... Давай идем отсюда. Пора заканчивать это пьянство. Нет, на самом деле, это его стаканчики. Это все Дима-оператор. Дима, хватит пить. И красное все сюда. Все, твоя кожа тебя выдает. Смотри, что ты делаешь. Ты хочешь нас захватить в этот бассейн? Настоящие тусовки по-европейски. Это теплый бассейн и накачанный пар. Ну и, конечно, девчонки тоже. Блин, это просто офигенно. Это очень горячий бассейн на улице, плюс 5. Я никогда в жизни не купалась в теплом бассейне среди гор на улице. Виктория! Арвиньо! Вот, друзья, понимаете? Вот в такой атмосфере решаются бизнес-дела. В одном бассейне собралось стран 20, наверное. Мы едем сейчас в стейкхаус. Фил, как ты относишься к России? Отлично. Меня показывали по всем новостям. Всемирное признание, никак не меньше. Ты знаменитый уже у нас? Я знаменитый твоего... Согрупника Миши Марвина. Пау-пау-пау. Так, короче, привез девочек, выгуляйте в ресторан. Самец, самец, во-о-о, потише. Это я привезла своих мужиков в нормальный стейкхаус. Кстати, Филипп Марвин поет, возможно, лучше, чем Миша Марвин. Я ходил на вокал, поэтому... Миша, у тебя есть замена. Миша, будешь плохо себя вести? Мы твое Миша перечеркнем на Филя. На самом деле, я даже раньше появился, поэтому... А Миша как бы тоже с Киевой. Поэтому он у меня, простите за мат, и он украл у меня мой ник. Миша, ты должен это увидеть и звониться перед этим. Он говорит, как вы придумали, вот, Миша Марвин? Эм, ну, не знаю, меня зовут Миша, а Марвин придумал. Я думала, а, красавчик, чувак. Я думала, Миша первопроходит. Оказалось, что Миша не первопроходит. Давай, ты покажешь, покажешь, покажешь. Раз, два, три. Давай, давай, э. Наш стол круче всех, мы круче. Мы просто уделали, уничтожили, просто топтали в грязь. Если мы сейчас пойдем танцевать, то все пойдут танцевать за нами. Потому что мы короли вечеринки. Мы начали кричать, они решили кричать. Сейчас мы будем делать, что хотим, для них будут. Сейчас мы покажем, что на сегодня чёрты говорят. А я не вижу им, что глаза лазою, о-о-о-о! А за свои руки, радость мир крушит, встадим. О-о-о-о-о-о, очень слава, я не чувствую руку! Захватили Австрию! Захватили! Захватили! Blackstar захватил! Мы захватили эту туз! Это наша тема! Наконец-то русские снова пришли! На самом деле, мы ушли, и там сейчас просто такая скучная туза началась. Мы сделали этот клуб, да. По-моему, сейчас его нужно постоянно снимать. Подари ему канал. Собьешь ему канал, постоянно набухиваешь. Сейчас будь хит! Это название придумал. Bookstar. Это не мы приходим на тусовку, это тусовка приходит с нами. Все люди сидят просто в зале и реально нас снимают. Вокруг прям вот так вот. Туза наша захвачена. Тузы наши, тузы, тузы, да, прокачали тузу, йоу. Кстати, я что, умею разбирать по-емецки? Захватит! Так, ребята, мы будем скучать по вам. Можешь сказать последнее слово? Я хочу жить. Я хочу любить тебя. А ты? Я тебя ненавижу, ты забрала мою мужчину! Мне так не хочется уходить от вас, ну надо идти. Началось все, фидерство началось. Давайте, ребят, расскажите. Да, все было очень круто. Мы рады были с вами знакомству. Мы тоже. Хорошо, приехали. Смотрите, давайте поцелуем, смотрите. Целуйте пальчик вот так. Целуйте пальчик? Нет, свой. Вот. Все, давайте. Так весело ехали в аэропорт и так немножечко грустненько сейчас, когда приземлились в Москве. Конечно, это путешествие было невероятно, невероятно, красивым, сказочным, веселым. И самое главное, напомню, что нам куча новых друзей и куча новых эмоций. Спасибо, что были со мной этот влог. Я надеюсь, он получился душевным. Я надеюсь, вам понравилось то, что я озвучила его за кадром. Пишите, кстати, как вам эта штука, стоит ли еще это делать. И, конечно же, спасибо вам, что вы есть. Я вас очень сильно люблю. Путешествуйте. Нет ничего невозможного, потому что благодаря путешествиям мы обогащаем то, что у нас внутри. Я вас люблю. Пока.